Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги Тавита, мы ее читаем в синодальном переводе для библейского портала Экзегет. Ну вот у нас такая затейливая книга с довольно необычным сюжетом, который содержит в себе какие-то, мне кажется, явно фольклорные и сказочные элементы. Но это не значит, что он только их и содержит, что это всего лишь такая занимательная сказка. Более того, и в сказках, даже детских, обычно есть некоторый смысл, который просто не сводится к пересказу сюжета этой сказки. Вот так и здесь напомню, что книга не каноническая, то есть, собственно говоря, ее и не ставят в предание в один ряд с основными книгами Библии. Но 13 глава — это вывод, который из этой книги делается. Вот рассказана некоторая история. Занимательная история. А что плохого в занимательности? Вот есть Библии такие скучные, будем откровенно говорить, страницы. Какая-нибудь книга «Пара липомен», первые главы читаешь и просто даже не понимаешь, зачем. А есть невероятно увлекательные истории. Вот книга Тавита одна из них. Но это не значит, что одни из них лучше, другие хуже. И в конце концов у людей вкусы разные, и жизнь достаточно разная. И вот для кого-то такая история, где есть, смотрите, приключения, путешествия, свадьба, опасности, победы, удачная рыбалка, в конце концов. Это многим нравится, потому что люди любят о таком читать. Но все это не просто для того, чтобы позабавить читателя, а все это для того, чтобы прийти к некоторому выводу. Этот вывод 13 глава. В радости Тавит написал молитву в всех словах. Интересно, кстати, что Тавит уже пишет молитву. Мы все время встречаемся в Ветхом Завете с праведниками, которые говорят, с Богом разговаривают, это и есть молитва их. А Тавит уже человек письменной культуры. Собственно, книга в самом начале, она представлена как его автобиография маленькая или рассказы о приключениях из его жизни. То есть это уже культура книжная. Время идет, и рассказы сменяются литературным творчеством. «Благословен Бог, вечно живущий, и благословенно царство его, ибо он наказует и милует, не изводит до ада и возводит, и нет никого, кто избежал бы от руки его». А я напомню, что у Тавита это все сначала было плохо. Ну, не так, как у Иова, конечно, но он ослеп, у него там неприятности денег у него совсем не осталось. То есть оказывается, это все лишь какой-то пролог к более интересной истории. Очень часто мы переживаем из-за болезни, из-за неудач в жизни. Ну, у всех бывает. Но это может быть прологом к чему-то большему. «Сыны Израилева, прославляйте его предъязычниками, ибо он рассеял вас между ними». А вот ответ на вопрос, а почему, собственно говоря, плен рассеяния, почему разбросало израильцан по разным странам? Да прославляйте его между язычниками, вы для этого там. Вот это ваше бедство, это пролог к чему-то большему. «Там возвещайте величие его, превозносите его пред всем живущим, ибо он Господь наш и Бог, Отец наш во все веки, накажет нас за неправду нашу и опять помилует и соберет нас из всех народов, где бы мы ни были рассеяны между ними». Ну, и вот эта постоянная идея Ветхого Завета о том, что Израиль не пропадет, в отличие от многих других народов, которые пропали. Ну, в самом деле, где сегодня Ассирия, Вавилония, да и другие государства. «Если вы будете обращаться к нему всем сердцем вашим и всей душою вашей, чтобы поступать перед ним поистине, тогда он обратится к вам и не скроет от вас лица своего. Видите, что он сделает с вами». Вот, смотрите, здесь даже обетования какие-то менее конкретные, вот, скажем, там в Пятикнижии Господь обещает, что ты будешь спокойно жить на своей земле, да, народ Израиля, если будешь исполнять заповеди. А тут вы даже не знаете, что, да, потом Павел об этом скажет, не видел того глаз и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Здесь гораздо интереснее, вот почему на день рождения, на Новый год подарки хранятся в тайне. Ну, могли бы люди сказать друг другу, вот я тебе подарю это, ну, спасибо большое. А гораздо приятнее, когда неожиданное что-то получаешь, может быть, даже сам и не знал, что тебе это понравится. Со мной так бывало, вот я не думал, а надо же, пригодилось. Вот, смотрите, скажем, у нас в России очень часто с Вавилонским пленом, а дело происходит во время этого плена, сравнивают 70 лет советской власти. Ну, ничего хорошего, казалось бы, нет в том, что вот рухнула империя, церковь унижена, в общем, на грани выживания. А для того, чтобы проповедовать грешникам, да, вот, оказывается, во всем есть какой-то свой смысл. И этот смысл может не совпадать с нашими планами. Кто знает, может быть, он возблаговолит о вас и окажет вам милость. Но в то же время и нет автоматизма, да, вот человек, который говорит от имени Бога, друзья Иву в этом грешили. Бог с тобой поступит так-то, если ты так-то, да, и Бог становится таким автоматом. Монетку опустил, он тебе там бутылочку воды продал, да, или наоборот, какой-нибудь грех совершил, он тебе там подзатыльник за это, да. Но Бог не автомат, да, и вот молитва праведника, может быть, тем отличается от молитвы фарисея, что навсегда оставляет за ним эту свободу. «Превозношу я Бога моего и душе моей небесного царя и радуюсь о величии его. Пусть все возвещают о нем и прославляют его в Иерусалиме. Иерусалим, город святой, он накажет тебя за дела сынов твоих и опять помилует сынов праведных». Смотрите, строго говоря, Иерусалима в этот момент нет. Вот, Вавилонский плен, город и храм разрушен, им еще только предстоит отстроиться, но, тем не менее, Иерусалим, он вечен, да. Иерусалим — это Москва, Тамбов, Владивосток, Шанхай, Париж, да, то есть это любой город, где люди прославляют Бога. И в этом смысле вот Иерусалим — это, ну, я уж не буду там приводить подробные аллегории, да, но уже Павел это делал, что Иерусалим — это церковь, да. И есть, опять-таки, такое фарисейское, законническое отношение, что вот здесь у нас храм, поэтому он нас всегда защитит. Да нет, не обязательно. Но если Иерусалим есть и Иерусалим, да, если он прославляет Бога, то Господь неизбежно как-то ему придет на помощь. А если нет, ну, соответственно, все будет не так. «Славь Господа усердно и благословляй царя веков, чтобы снова сооружена была скиния его в тебе с радостью», да, то есть вот это подчеркивается, что ее нету, храм разрушен, «чтобы он заселил среди тебя пленных, возлюбил в тебе несчастных во все роды века». Во все роды века, ну, это архаический оборот, ну, то есть какие бы потом ни пришли поколения, это для них точно так же. И вот важно, многие народы издалека придут к имени Господа Бога с дарами в руках, с дарами царю небесному, роды родов, то есть многие поколения восхвалят себя с воскресеньями радостными. Ну, строго говоря, с земным Иерусалимом так и происходит, туда приходят люди из всех народов, из поколения в поколение, не всегда мирно, но так уж устроена эта наша с вами жизнь. Ну, и еще раз, смысл плена, да. Вот в книге Тавита о нем однозначно говорится даже не как о наказании за грехи, хотя это есть, но скорее как о миссии. Вот каждый раз, когда христианин видит вокруг себя там язычество, не знаю, сегодня скорее там атеизм или лучше такое безразличное к духовным вопросам существования, лучше получить удовольствие и ни о чем таком не думать. То есть может это воспринимать как повод для возмущения, как повод для огорчения, а может воспринимать как повод для миссии, для того, чтобы говорить о Боге. И простые слова тут, конечно, не очень помогают, а вот книга Тавит про то, что эта миссия, она в повседневной жизни, да, она не в какой-то проповеди на площадях, хотя и такое бывает, она вот в том, чтобы быть собой и быть при этом с Богом. «Прокляты все ненавидящие тебя, благословены будут во век все любящие тебя. Радуйся и веселись о сынах праведных, ибо они соберутся и будут благословлять Господа праведных. О, блаженные, любящие тебе, они возрадуются о мире твоем, блаженно скорбевшие о всех бедствиях твоих, ибо они возрадуются о тебе, когда увидят всю славу твою и будут веселиться вечно». Ну, понятно, что праведные, блаженные, о них говорится хорошо, в этом нет ничего удивительного, но вот что интересно, блаженными называются и те, кто скорбит о твоих скорбях, да, то есть одна из важнейших вещей – это сочувствие, то, чего очень часто людям не хватает. И праведник – это, ну, или так называемый в кавычках праведник, а часто человек, замкнувшийся в своей праведности, да, который отгораживает себя стеной от тех, кому плохо, да, он говорит еще так, показывая пальцем, но это по заслугам. Вот друзья Иова, я сегодня их уже вспоминал, и прекрасный пример. А вот сочувствие – это часть праведности, да, то есть способность все переживать. А и завершение. «Да благословляет душе моя Бога, царя Великого, ибо Иерусалим отстроен будет из сапфира, из марагды, из дорогих камней, стены твоей башни и укрепления из чистого золота, и площади Иерусалимские высланы будут берилом, анфраксом и камнем из афира». Даже не очень понятно, какие конкретно драгоценные камни, но лучшие какие были. Образ нового Иерусалима из драгоценных камней. Конечно, никто никогда не строил городов из драгоценных камней, если они драгоценны, их слишком мало, да. Если они как булыжники везде лежат, то они перестают быть драгоценными. Вот, но это то, что в откровении Иоанна Богослова будет представление о том, что вот этот Иерусалим – это символ действительно не конкретного только города, это символ вот такой обители верующих в Бога, и в этой обители все самое лучшее. Да, вот в ней даже любая стена, даже любая какая-то дорога вымощена, или площадь вымощена вот этими самыми драгоценными камнями. Конечно, это можно понять только в переносном смысле, а вот то, что дальше уже и в прямом. На всех улицах его будет раздаваться Аллилоя, хвалите Господа в переводе с еврейского, и будут словословить, говоря «Благословен Бог, который превознес Иерусалим на все веки». И окончил Тавид словословие. Вот молитва письменная, да, вот когда человек молится, он не пишет. Наверное, очень трудно представить себе человека, испытывающего горячую потребность в молитве, чтобы он побежал к письменному столу, достал бумагу, ручку, или там в древности достал свиток пергамена, папирусы, стело, да, с чернилами, и стал срочно писать, да, это совершенно другое действие. Но молитва здесь тоже литературный жанр, да, вот вся книга – это такой, литературный жанр, видимо, составленный для того, чтобы человек, читая занимательное нечто, повествование о путешествиях и приключениях, делал для себя какие-то важные духовные выводы. Ну, а завершение всей книги, следующей, последней в этой книге, 14 глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok